На Оке с теплоходом столкнулось маломерное судно. Восемь человек погибли, четверо ждут спасения. Такова легенда, тактика специальных учений МЧС. Они прошли в Муроме 31 октября. Действия отрабатывали сразу по двум водным. Сначала нужно было спасти пассажиров опрокинувшегося маломерного судна. Оно ушло под воду. МЧС занималась спасением утопающих, оказанием первой медицинской помощи и поисками погибших на воде. По второй легенде, в результате столкновения в топливном баке судна возникла течь. В АКУ вылилось около двух тонн нефтепродуктов. Произошло возгорание. В опасности оказалось 25 пассажиров теплохода. Пожар потушили, нефтепродукты собрали. Отработали вопросы организации взаимодействия реагирующих подразделений. Провели и рассмотрели вопросы оказания помощи, эвакуации населения с теплоходов, оказания первой медицинской помощи, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Также отработали вопросы сбора нефтепродуктов с водного объекта и подъем затонувшего маломерного судна. На учениях в Муроме работало 89 человек. Среди них сотрудники ГИМС, поисково-спасательного отряда, аварийно-спасательная бригада, водолазы. Для воссоздания аварии понадобилось 15 единиц техники и 12 плавстрест, в том числе два теплохода и один плавучий кран. С его помощью со дна реки поднимали затонувшее маломерное судно. Тактико-специальные учения такого масштаба в области не проводились уже 5 лет. Данное таттико-специальные учения проводятся в связи с тем, что на территории Российской Федерации, в городе Волгоград, произошло очищение ситуации, в результате которой погибло больше 10 человек. Примерно такая же, как было по замыслу здесь. Поэтому в главном управлении было принято решение организовать именно такое таттико-специальное учение по такой теме. С задачами справились. Сейчас мы подводим итоги проведения таттико-специального учения. И в результате подведения этого анализа примем решение в дальнейшем по порядку действий в случае таких происшествий.